Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Министерство внутренних дел Латвии представило разработанный спецслужбами проект новой концепции национальной безопасности, в которой указано, что, цитирую, «Россия активно использует политику соотечественников и вовлекает этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности страны». Конец цитаты. А с нами на связи сопредседатель партии «Русский союз Латвии», в недавнем прошлом депутат Европарламента Мирослав Митрофанов. Рад вас приветствовать, Мирослав. Добрый день! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Мирослав, чем принципиально отличается проект новой концепции национальной безопасности Латвии от прежних подобных документов? Или он так и есть, как принято говорить, перепев старых песен о главном? Каждый раз, когда появляется новая концепция безопасности, обновление происходит каждые три года или пять лет, меняется немножко словарный запас, который используют авторы для того, чтобы обосновать необходимое сохранение, увеличение сигнований или, скажем так, трат на государственную оборону и безопасность. Например, 10 лет назад у них был очень популярный такой термин, как «мягкая сила». Этой теме посвящены были целые страницы в различных концепциях, докладах, проводились конференции, тратились деньги, организовывались даже большие международные конференции, вот как противодействовать мягкой силе России и так далее. Потом эта мода прошла, и о этой мягкой силе я сейчас уже не вспоминаю. Четыре года назад начали активно обсуждать, что такое гибридная война, опять то же самое, то есть толстые тома всяких докладов, презентаций, конференции опять международные, опять тратились деньги, приглашались эксперты, кое-кто успел даже диссертацию защитить по этому поводу. Сейчас про эту гибридную войну вспоминают, но все реже и реже. И нет, она конечно ставится в центре внимания, но надо придумывать какие-то новые страшилки для того, чтобы активизировать внимание, привлечь внимание широкой публике и политического класса, тех же самых депутатов, которые будут принимать решения о бюджете, о бюджете на следующий год и на ближайшее время. В новом проекте концепции, среди прочих, говорится о том, что Россия использует сохранение памятников, чтобы создать угрозу национальной безопасности страны. Здесь тоже конец цитаты. Скажите, пожалуйста, можно ли этот пассаж, так называемый, трактовать следующим образом? Мол, для обеспечения безопасности Латвии необходимо просто-напросто снести все советские памятники. Тогда, правда, возникает дополнительная дилемма. Либо это просто то, что называется неоперабельная паранойя авторов этого документа, либо просто на снос памятников, то, о чем вы уже говорили, потребуются какие-то ассигнования, дополнительные бюджеты, и кто-то их с удовольствием освоит. Дело в том, что авторы этих докладов, они действуют глубоко реактивно. То есть они реагируют на те скандалы, на те скандальные публикации в прессе, на видеоматериалы, которые появились в течение последнего времени. В течение последнего года активно обсуждается инициатива нескольких крайних националистов, так можно сказать, неонацистов, которые собрали 10 тысяч подписей граждан страны, необходимых для начала дискуссии о сносе памятника освободителя Латвии от фашистских захватчиков. То есть подписи эти собирались очень долго, нудно, не особенно там народ бежал подписываться, но через полтора года после начала этой акции они смогли сделать. Значит, фактически до этого момента такой активной дискуссии вокруг памятников не было. То есть ее не было уже в течение долгих лет. Вот из-за инициативы националистов эта тема опять свернулась в повестку дня. Мы приняли ответный код и буквально за несколько дней мы собрали более 30 тысяч подписей за сохранение того же самого памятника освободителя в Риге. И этот законопроект, вернее инициатива народная тоже была подана в парламент для рассмотрения. Нашу инициативу парламент отверг, а вот инициативу националистов о сносе начал рассматривать, честно, находиться там. То есть фактически это была вот та противная сторона, то есть неонацисты, которые фактически взорвали спокойствие, навязали обществу дебаты и накалили ситуацию. Действительно, сейчас достаточно все изменилось и в худшую сторону. Я имею в виду то, что касается межообщинных отношений между латвическим большинством и русским меньшинством. Конечно же, эти вопросы имеют отношение к безопасности, но при чем здесь Россия? Российская сторона, она ограничивается пока, нет некоторыми официальными, полуофициальными комментариями, в основном, которые смотрятся к тому, что памятник, конечно же, защищен между государственным договором между латвией и Россией, он не может быть снесен. Это пока вот все, что Россия сказала и сделала в отношении вот этого скандала, который сейчас развивается вокруг судьбы памятника освободителя. Для тех людей, которые в Риге, может быть, никогда не бывали, не себе представляют, это гигантский такой монумент, ансамбль, который был создан в 80-е годы за пожертвование жителей Латвии. И это никакой немаленький памятник, которого можно куда-то перенести, переименовать или как-то изменить. То есть фактически это один из больших памятников, которые формируют на раму нынешней реки. Конечно же, судьба памятника будет в центре внимания и общественности. Мы надеемся, что международные общественности тоже. Но со стороны автора доклада, это, конечно же, некрасивая игра, когда чужую вину, то есть вину мационалистов за обострение ситуации, они пытаются переложить на Россию и на русско-кадычную общину Латвии. — Мирослав, в одном из интервью ваших вы рассказали, что получили в свой адрес угрозы от некоего молодого человека, который сказал вам, я цитирую, «Когда начнется война, ты будешь первым, кого я отстрелю». Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, насколько подобные угрозы в сегодняшней Латвии коррелируются с тем, что было в Латвии в 1939 году после присоединения ее к Советскому Союзу и с тем, что потом произошло в 1941 году, когда подобные речи звучали и реализовывались на практике против евреев и против неправильных латышей русских. — Я бы полностью проигнорировал эту угрозу, мало ли кто там чего говорит, в интернете и не такое, правильно? Но у нас есть очень негативный исторический опыт и начало фактически акции против латвийских евреев и против неправильно мыслящих граждан страны. Сначала эта акция не совпала с начала войны, все началось намного раньше. То есть в течение всех 30-х годов, как и во многих странах Европы, в Латвии усиливалась, скажем так, крайне националистическая фашистская пропаганда, которая была направлена против национальных меньшинств, против евреев, против левонастроенных политиков. И кто это все дело разворачивал? То есть это, конечно же, правые активисты, неонацисты, и часть правых политиков к этому участвовала, и, конечно же, газеты. В то время газет было намного больше, чем сейчас. Они, вот эти небольшие газетенки, которые сдавались там с этими правыми организациями, они заменяли собой фактически нынешние социальные сети. И там изо дня в день повторялось. Вот, что, ну, типа, евреям пренадлежит слишком много. Недвижимость, собственность, бизнес, с бедным, там, матышей податься некого, некуда. А вот эти немцы тоже такие плохие, они, значит, навязывают свою культуру несчастному латышскому народу. А вот там эти страшные, там, коммунисты, которые, там, хотят прийти, все уничтожить и так далее. Это изо дня в день промывались мозги в течение долгого времени. Потом произошел переворот. Правый переворот. Ну, к власти в Латвии пришел не, скажем, не такой нацист, как Гитлер, а такой более умеренный правый политик. Он все равно был диктатор Карл Сунду. Значит, при нем развернулись репрессии против неправильных политических деятелей, но репрессии эти не были, в основном, не были кровавыми. Однако вот это вот недовольствие, ненависть по отношению к инакомыслящим и к инородцам, она закопилась. И когда началась Вторая мировая война, вернее, после вторжения фашистских войск уже в Советский Союз, буквально через нескольких дней, то есть немцы еще не успели войти в Латвию и установить свою операционную власть, местные националисты начали уничтожать евреев, начали уничтожать неевреев. То есть это были, ну, скажем, левые политики, это были, скажем, преподаватели вузов, журналисты, просто люди, которые высказывали какие-то прогрессивные левые или просоветские идеи. И сейчас Влад об этом не вспоминает, очень любит об этом вспоминать, но буквально в первые же месяцы нацистской оккупации этими активистами помимо десятков тысяч евреев были уничтожены около семи тысяч евреев, то есть просто людей, у которых были другие политические взгляды. И сейчас, исходя из той крайне негативной исторической истории, которую мы помним, конечно же, вот эти, скажем, угрозы, которые поступают сейчас в адрес оппозиции, надо воспринимать достаточно серьезно. Как это связано с докладом безопасности? Это связано таким образом, что фактически государство, когда оно показывает, кто неправильный, кто нехороший, оно дает отмашку, дает фактически кардманш право, ну, скажем, экстремистам, для того, чтобы они готовились к реваншу, к расправам над теми, кто им не нравится, над русскоязычными политиками, над русскоязычными журналистами. Мирослав, еще одна цитата из вашего интервью. Евросоюзу совершенно невыгодно натравливание латышского большинства на русских, Латвии, поскольку это рано или поздно может привести к насилию. Конец цитаты. Но у меня здесь возникает то, что называется когнитивный диссонанс на основании того решения, которое Европарламент принял в Страсбурге 19 сентября. Это так называемая резолюция о важности европейской исторической памяти для будущего Европы, в котором утверждается, что ключевым событием Второй мировой войны является подписание пакта Молотова-Риббентропа. И поэтому нацистский режим Германии и коммунистический режим Советского Союза можно приравнять друг к другу и рассматривать как причину развязывания войны во всей Европе. На мой взгляд, это самый яркий, абсолютно то, что называется голый, открытый пример русофобии Европарламента. Причем в голосовании участвовал, если я не ошибаюсь, инициатор Польша, но поддержал эту резолюцию. И ваш русско-латышский депутат, бывший мэр Риги, Нил Ушаков. Как такое может быть? Здесь несколько вопросов. Начнем с Ушакова. Он всеми правдами и неправдами в течение нескольких десятилетий пытается присоединиться к правящей элите. Ему это не удается, потому что у него неправильное происхождение. А поскольку Латвия является этнической демократией, то его происхождение, то есть не латвия, не дает ему возможности стать обычным политиком, который руководит и который принадлежит тем людям, которые имеют право принимать решения. И в общем-то травили не только за коррупцию в последний год, но и в отравили в значительной степени именно за то, что он, не будучи этническим латышом, занимал очень высокое место, то есть он был бэром столицы богатого большого города. И его вот эта вот соглашательская, пригательская политика в течение последних лет, она не помогла ему ни на шаг приблизиться к той самой цели, о которой ему не удалось стать среди своих, но он пытается, он продолжает так действовать. Что касается в общем депропейцев, они действовали, принимая вот эту резолюцию, большинство, совершенно безответственно. Большинство, я вас уверяю, большинство там французских, испанских, немецких, депутатов Европарламента, они вообще даже не знают, о чем и за что они голосовали. Если говорить об этом разделе о памятниках, хорошо знают, что они имели в виду, это, конечно, Польша, которая уже снесла, огромное количество памятников, посвященных воинам Советской Армии, которые освобождали Польшу от нацистской оккупации, хорошо знают прибалку, они тоже понимают, что значит за этими словами о памятниках и солитарном режиме. Значит, все, вот это вот выглядит сейчас пока очень несерьезно, поскольку люди проголосовали, не знают, что голосуют, я имею в виду представителей западных стран. Однако, когда начнется само движение, то есть ближе к сносу памятника, дело подойдет, то я думаю, что они будут вынуждены изменить свое отношение, поскольку мы напомним, к чему привела попытка сноса памятника, аналогичного в Таллине, то есть это был 2007 год, и памятник военно-освободителю советскому находился в центре Таллина, это привело к массовым возмущениям, к демонстрациям, к несанкционированным действиям и фактических беспорядков, в ходе которых пострадали люди, а тем даже человек погиб. То есть это было большое потрясение и на Эстонии, и в точительной степени для Европейского Союза. В Латвии масштабы, вот эти потрясения, они будут быть намного большими, и я думаю, что это очень сейчас хорошо понимает и правящая лица Латвийской Республики, это хорошо понимаем и мы, поэтому мы приложим все усилия и все наши возможности для того, чтобы проинформировать и Европейский парламент, и средства массовой информации Запада, что будет в Риге, если будет принято решение о сносе памятников с Латвийским астрономизмом. Мирослав, последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора о концепции национальной безопасности, о памятниках. Дело в том, что в Израиле установлены десятки, если не сотни памятников, посвященном истории Второй мировой войны, в том числе памятники в честь подвига воинов Красной Армии. В январе, мы ждем здесь, у нас в стране, в Иерусалиме, президента России, господина Путина, будет открываться памятник, посвященный блокадникам Ленинграда. Вот, может быть, не сочтите за сарказм, но, тем не менее, может быть, израильским спецслужбам следует все-таки перенять опыт своих латвийских корек и более ответственно относиться к такого рода мероприятиям, к открытиям памятников, ведь это же национальная безопасность страны. Не дай бог, если еще израильские спецслужбы будут принимать опыт Восточной Европы, которая сейчас фактически переписывает или ведет дело к переписыванию истории Второй мировой войны. Сейчас израильский Израиль, израильские политические деятели, общественность, общая память историческая, является препятствием для того, чтобы окончательно анализировать или свести к какому-то несерьезному восприятию событий, трагических событий Второй мировой войны, событий Холокоста, событий, которые перегибили десятков миллионов человек на территории Европы. То, что происходит сейчас в Восточной Европе, это страшно. То есть страны, народы отказываются от памяти о трагедии. И все сводится к такому крайне примитивному принципу, который был накануне Первой мировой, когда все были готовы воевать просто так и все против всех. Вот сейчас мы, к сожалению, вернулись в состояние даже не перед Второй мировой, а перед Первой мировой войной, когда слишком много дураков в разных странах. Причем я не только имею в виду, скажем, мою страну Латвия, или там Литву, или Польша, но и в России достаточно дураков, которые готовы заново друг другу что-то перепоказать и заново установить какую-то такую вот заборушку в течение, в ходе которой можно было бы свои комплексы реализовать. Это страшно. И я очень выражаю это, что все-таки у израильтян здравый смысл победит, и они не будут следовать по этому пути, наоборот, будут противодействовать изменению перед исторической памяти. Мирослав, огромное спасибо за это интервью, спасибо, успехов и всего самого доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.